Я сегодня Ульянку приняла сдавать экзамен по карате. У нас следующий этап получения синей полоски, я в нее верю, я в тебя верю, у тебя все получится. Ох, тут сколько народу. Ульян, радуешься, есть с кем биться, да, из девочек? И встретились, давно не виделись. Неразлучные. Родители на экзамен не пускают, прерогатива только вот так вот стоять в три погибели и подсматривать. Ну, мне, честно говоря, три, а то и больше часов как бы в такой позе проводить не очень хочется. У меня тут рядом живут дедушка с бабушкой, пойду к ним в гости тогда, подожду, пока Ульяна у нас отчитается и сдаст экзамен. Если ходить, то волнение как-то уменьшается. Я сейчас вернулась сюда, назад, в спортивный центр. Ой, все места возле окон, точнее, возле щелочек этих маленьких, которые можно подглядывать, заняты родителями, потому что там самое интересное и самое волнительное, это бой. У Ульяне вообще предстоит целых два боя на эту синюю полоску. Это, честно говоря, вы себе даже не представляете, что я сейчас испытываю. Меня могут, наверное, понять только мамы маленьких спортсменов. У меня горит где-то в районе диафрагмы. Плюс, когда я увидела, как там мочатся и лепятся дети, не знаю, прям о ком вот сюда подступает со слезами, не знаю, я прям так переживаю, волнуюсь. Хотя, может быть, для кого-то это может показаться какой-то ерундой, но не знаю. Вот я, по сути, вкладываюсь в Ульянку, я уже три года практически вожу ее на тренировки, это все на моей ответственности. Ну и плюс это мой ребенок, и поэтому, естественно, я хочу, чтобы она каких-то успехов добилась, поработав над собой, над своим телом. Ну что? Что? Результат есть? Нету? Нету? Ну так ты мне что скажешь? Победила. Победила. Что? Ну победила. Победила. Ну ты молодец. Меня даже не ругали. Волновалась и победила. А что с самим результатом экзамена? Дай, дай. Ну а полоска? Полоску получила, нет? Когда результат-то объявлен? Не знаю. Вам не говорили? Николай Чеславич. Что? У Николая Чеславича спроси, я не знаю. Даже не знаешь? Я не знаю, мне ничего никто не говорил. А остальным? Говорили? Ничего не говорили? А когда результат был? Не знаю. У Николая Чеславича спроси. Мы томимся уже практически сутки. Не знаем результатов экзамена. Уже каких-то разговоров мы не вели с Ульяной. Не считали плюсы, минусы, которые там ей могли поставить. Идем на тренировку. И нам обещали, что на тренировке будут известны, кто что получил. Надо просто кричать. Кия! Может и не надо. А может и надо. И сразу так все испугались и убежали. Нет, так это тренеры не испугаются. Почему тренеры? Так не тренера надо пугать, а противника своего нет? Нет, противника он не испугает. Он сам может кричать. У меня голос сорвется. Ну а кто здесь делает еще более страшное лицо, тот точно испугает всех. Я не умею. Надо учиться. Не умею. Корчить рожи страшные и кричать. Покажи трофей свой. Денис, раз. Миша, два. Я, три. Никита, четыре. Ваня, пять. Пять. Такая довольная идешь. Что самое сложное было на экзамене? Самое сложное это бой и кайта. Ну ты же говорила, что прыгать через пояс сложно. Это тоже очень сложно. Ну у тебя, как ты предполагала, один минус, да? Не знаю, не говорили. Не говорили? Ну теперь надо тренироваться с этими прыжками. К следующему. Сейчас от ленты ничего не останется. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok